Ну что, всех приветствую, кто сегодня присоединился к вебинару компании IP-MATIC, которая посвящена продуктам MailSite. И тему я сразу же обозначил как новый MailSite и новые продукты. Почему новый, я расскажу попозже, потому что действительно изменения в компании происходят достаточно серьезные и расскажу о тех интересных решениях и продуктах, которые компания сейчас выводит на рынок, в каком направлении она движется. В анонсе как раз таки обозначены основные пункты, которые мы сегодня обсудим. Новые линейки, новые поколения камер, обновления в программных продуктах, те новые направления бизнеса, которые компания для себя ставит на перспективу в будущее и несколько примеров решений, которые на мой взгляд сейчас актуальны, которые интересны, на которые нужно опираться при использовании, при интеграции решения от компании MailSite. Сначала начну как раз с представления, почему компания MailSite новая. До недавнего времени она была известна на рынке, особенно в России, больше в сегменте систем видеонаблюдения, но с конца прошлого года произошли кардинальные изменения в структуре самой компании, что привело к изменению в том числе и направлению, и продуктовой линейке, и в целом подходу компании, к производству, разработке новых продуктов. Произошло объединение с двумя сильными игроками. Один из них – компания MailSite IoT. Ранее она называлась UrsaLink, которая является экспертом в области промышленного интернета вещей, активным участником альянса Lora и специализируется именно на решениях, связанных с облачными платформами, с облачными устройствами для бизнес-задач, для производства, то, что завязано не столько для домашнего использования, для смартфон-решения, а именно для бизнеса. И третий участник объединенного такого альянса – это компания Iostar, которых очень хорошо известно на рынке телефонии. Компания Appymatica точно так же дистрибутирует эти продукты очень успешно, давно. И сейчас объединение с энергией трех сильных игроков приводит к тому, что компания для себя поставила новые стратегические задачи не просто быть игроком в области систем видеонаблюдения, либо интернета вещей, а взяла направление AIoT. Если подробнее расшифровать эту аббревиатуру, то совмещение и дополнение друг друга технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, и все это выводить в рамках единых решений, единой платформы. Про эти продукты сейчас и поговорим. И еще о том, какая роль компании Appymatica в дистрибьюции решений MailSite, так как Appymatica с 2014 года является стратегическим партнером MailSite не только на рынке России, но и стран СНГ, то мы уже разработали свои сервисы, свои подходы, как правильно дистрибутировать эти продукты. Компания в целом, если мы говорим про Appymatica, это компания, кто вдруг не знает, специализируется в первую очередь на телеком рынке и на value-added проектной дистрибьюции. Этот сегмент вписывается полностью в модель бизнеса и продвижения продуктов MailSite. Компания наша развивается достаточно динамично, имеем офисы по всей России, странам СНГ и достаточно большую серьезную партнерскую сеть, в первую очередь состоящую из системных интеграторов, реселлеров, value-added операторов связи. Что компания Appymatica предлагает в качестве сервисов и в качестве тех решений, чем мы можем дополнить дистрибьюцию этих продуктов? В первую очередь это обеспечение, естественно, гарантийного и постгарантийного обслуживания на территории Российской Федерации, начиная с стандартной трехлетней гарантии, которая на основную линейку оборудования распространяется, и пятилетняя расширенная гарантия точно так же обеспечивается нашими силами. Мы добавили, усовершенствовали как раз таки модель поддержки оборудования за счет упреждающей подмены гарантийного оборудования. Это то, что помогает нашим партнерам, нашим заказчикам всегда иметь актуальные решения на оборудовании MailSite без остановки, скажем так, производства, без остановки бизнеса, для того, чтобы всегда быть в онлайне с нашими заказчиками. Техническая поддержка и обучение – важные моменты. Мы обеспечиваем в России на базе нашего технического центра, проводим как точечное обучение по запросу, так и в рамках нашей демонстрационной базы. Естественно, мы обеспечиваем в России основной склад оборудования MailSite, в рамках которого есть предусмотрен демонстрационное оборудование, которое используется для тестирования, для изучения партнерами и, если необходимо, для того, чтобы пилотировать какие-то решения на объектах, на ресурсах вашего заказчика. Важный момент, о котором хотелось бы сконцентрировать ваше внимание, это программа поддержки проектов, которую сейчас мы утвердили для оборудования MailSite, для вот этого продуктового направления. Она изначально разработана и ориентирована на проектную модель бизнеса. Это значит, что мы знаем, понимаем, как работает проектный бизнес и со своей стороны разработали ту схему, ту модель поддержки партнеров, в первую очередь это компании-системные интеграторы, value-added реселлеры, которые сами генерируют проекты, которые сами закладывают оборудование, изучают специфику продуктов. Мы как раз-таки их поддерживаем в этих проектах, помогаем и осуществляем на всех этапах развития жизненного цикла проекта поддержку и усиление их позиций. Как один из вариантов поддержки и то, чем компания MailSite интересна, в том числе как производитель железа, это возможность кастомизации продуктов под конкретные запросы заказчика. Поэтому мы со своей стороны уже имеем опыт и обеспечиваем возможность заказа уникальных конфигураций оборудования, которые имеют тот функционал, который нужен заказчику. Это часто бывают какие-то дополнительные функции в оборудовании, которые хочет получить заказчик-клиент, либо какие-то нестандартные вещи, которые даже иногда не присутствуют в рамках стандартных прайс-листов. Мы можем обеспечить и договориться с производством, выводом и производством конкретной партии оборудования с теми функциональными возможностями, которые вам нужны. Это достаточно хороший, правильный набор сервисов, который помогает не только быть успешным на рынке, но и помогать расширять партнерскую сеть, в первую очередь в лице системных интеграторов и реселлеров. Идем дальше. Теперь в двух словах. Я не буду вдаваться глубоко в специфику каждого из продуктов. Я просто пройдусь по тому, что сейчас имеется в портфолио компании MailSite с точки зрения CCTV продуктов, то есть системы охранного видеонаблюдения. Это линейка видеокамер мини-серии и про-серии, которые закрывают весь необходимый пул задач для организации проектных решений. с разным функционалом, разным форм-фактором, с различным качеством изображения вплоть до 4K моделей, которые сейчас уже становятся на рынке действительно популярны и все больше и больше мы видим, что закладываются в проекты. Отдельно отмечу немного ниже в следующих слайдах те модели, которые наиболее интересны на мой взгляд. И сейчас как раз таки они прошли обновление по функционалу, добавили новые интересные фичи, которые нужно и можно использовать в проекте. Купольные камеры серии мини миниатюрные, с фиксированными объективами, с вариофокальными, моторизированными объективами, с автофокусом. Поворотные камеры разных опять-таки форм-факторов. И вот в линейке Pro уникальный дизайн камер буллет на поворотной платформе, на кронштейне, либо на стенном окреплении, либо педестал, который можно использовать в разных решениях, в разных приложениях. И линейка панорамных камер, про ней я еще немного попозже расскажу поподробнее, потому что это очень интересная модель, на которую я советую обратить ваше внимание. Решение для записи управления видеопотоками, также линейка серии мини, миниатюрные регистраторы до 9 каналов, с поя, без поя, в разных цветовых даже исполнениях. То есть в этом плане они больше подходят под задачи малого-среднего бизнеса, либо даже домашнего использования. По размеру очень маленькие, можно их ставить буквально на столе где-то в разных цветовых оттенках, есть черные, даже серебристые, золотистые. Это миниатюрные вещи, которые можно закладывать, потому что у них даже дизайн уникальный. И классическая линейка регистраторов от 16 до 64 каналов, которые обеспечивают локальную запись, хранение, управление видеопотоками под разные задачи. Опять же, с поя, без поя, на разный вкус и цвет. Линейка программных продуктов в первую очередь это инструменты для работы с видеопотоками и настройки оборудования. Это смарт-тул, приложение для групповой настройки, обновления любых устройств моего сайта, камер и видеорегистраторов. Мобильное приложение для всех, начиная с монтажников, которым удобнее иногда смотреть изображение вживую, и заканчивая конечных пользователей, руководителей, которые используют его для оперативного мониторинга, просмотра онлайн и архивных данных на своих мобильных устройствах. Два продукта сейчас основных, скажем, в профессиональном сегменте, которые компания MailSite предоставляет даже бесплатно, то есть любой пользователь, любой заказчик может их свободно скачать, установить и работать с продуктами MailSite. Это видеоменеджмент система для управления записями систем порядка 256 каналов и уже более крупная, более функциональная система CMS для централизованного управления, допустим, распределенными объектами на базе регистраторов и так далее, с управлением картами, с клиент-сервированной архитектурой, с поиском событий. То, что нужно именно в проектах. Причем оба решения сейчас предоставляются бесплатно, обратите это внимание, можно использовать для ваших задач. Следующий один слайд, по большому счету, в котором я собрал те продукты, которые сейчас компания анонсировала, часть из них уже вывели в текущий прайс-лист и они доступны к заказу, часть еще нет, но я все-таки решил о них озвучить для того, чтобы у всех было понимание, куда и как движется компания. С левой стороны слайда вы видите, что перед каждым номинованием серии камер устройств есть обозначение как раз AI. Это показывает то, что на борту видеокамеры встроенная система видеоанализа, которая работает на базе искусственного интеллекта. то есть это уже новое поколение, следующее поколение устройств аппарат, на которое полностью способно работать с нейросетью на борту и есть предобученные, соответственно, детекторы, которые сейчас помогают в первую очередь улучшить качество работы стандартных WCA-детекторов, которые существовали ранее. В рамках Pro-серии сейчас две новые модели камер, которые уже имеют эту аналитику на борту, вот в ближайшем будущем мы ожидаем расширения и появления этой аналитики на борту камер серии Mini, то есть вся линейка камер будет полностью обеспечивать интеллектуальный анализ на базе искусственного интеллекта на борту камеры. И будут появляться новые очень интересные модели. С левой стороны Pro-плюс цилиндрическая камера – это специализированная камера с распознаванием автомобильных номеров на борту, совмещенная с радаром. Еще одна новинка, которой ранее не было в портфолио, сейчас компания в ближайшем будущем будет ее анонсировать и выводить в продажу. Миниатюрная купольная камера с моторизированными объективами, с очень хорошим изображением, с качественной картинкой. И пока что только в качестве анонса, но в этом году компания MailSite анонсировала и планирует выпустить 5G AIoT уже камеру, которая имеет на борту встроенный модуль подключения к беспроводным 5G сетям. Это как раз-таки первый этап, первый продукт, который в области видеонаблюдения будет полностью попадать в концепцию AIoT продуктов и обеспечивать не только интеллектуальный анализ изображений и получение необходимых метаданных на борту самой камеры, но и сразу же трансляции, доступ к облачной платформе IoT по беспроводным каналам. Кроме видео будут еще другие продукты, которые работают по другим каналам передачи данных, по лоре. Об этом немножко позже расскажу. Естественно, для каждой модели камер после обновления аппаратной составляющей необходимо и обновить программную составляющую. Соответственно, для камер будут появляться новые возможности анализа автомобилей по типу автомобиля, легковые, грузовые и так далее, по цвету, по людям более точный, качественный подсчет людей в конкретной области, ну и аппаратные устройства записи, видеорегистраторы будут обновлять эти функции в своих прошивках. IoT-эра действительно наступает, и сейчас каждая компания, которая на рынке не только безопасности, но и услуг, для себя смотрит, позиционирует, как она в этом сегменте будет себя вести, какие у нее есть возможности. Компания MailSite как раз-таки сейчас уже четко для себя разработала политику работы и продуктовой стратегии, как она будет продвигаться. Она будет создавать свою экосистему на базе, естественно, облачной платформы, где будут работать и видеооборудование, как самостоятельные видеодатчики, так и специализированные датчики, которые сейчас уже есть в портфолио MailSite IoT. Для сбора данных, промышленных в первую очередь, либо бизнес-ориентированных данных и передачи по беспроводным лоро-сетям, линейка устройств, коммутации, которые обеспечивают передачу всех этих данных. Ну и, естественно, программные продукты и аналитика как на борту камер, оконечных устройств, датчиков, так и облачная аналитика. Поэтому сейчас уже компания MailSite начала трансформироваться в AIoT-платформу, бизнес, которая будет развиваться. Соответственно, один из продуктов программных, который сейчас будет модернизироваться, это WMS-платформа, которая полностью перерабатывается, начиная с интерфейсов работы, заканчивая архитектурой и возможности расширенной аналитики на борту. Идем дальше. Какие новые продукты сейчас уже доступны? А, вот в первом как раз пункте я обозначил не столько даже аппаратный продукт, сколько программный. Те самые волшебные две буквы AI, что они в действительности дают нам на борту самой камеры, потому что много вопросов очень часто задают, а вот можно нам детектировать какой-то нестандартный предмет, какое-то нестандартное событие, либо действие. В будущем можно детектировать достаточно много вещей. Сейчас компания MailSite запустила первые версии, первые релизы вот такой нейросетевого анализа на борту камер. Это в первую очередь для усовершенствования текущих функций видеоаналитики, которые существовали. То есть классические детекторы входа, выхода из зоны, появления объектов либо исчезновения, обнаружения, пересечения линий, прознашатания и так далее, которые ранее уже были опцией на борту видеокамер MailSite, сейчас улучшаются в разы их точность и качество самого распознавания за счет того, что используется как раз таки нейросетевыми детекторами правильной классификации объектов, и она начинает правильно различать людей от автомобилей, отличать, детектировать появление лица человека в кадре, в том числе использовать этот критерий. Более точно подсчет людей, потому что камера уже начинает понимать, что в кадре не просто движущийся какой-то объект, и нужно по его действию определить, кто это, а четко уже предобученную нейросеть использует для точной классификации вот этих двух типов объектов, как наиболее востребованных в системах видеонаблюдения. Дальше я уверен, что будет больше возможностей и функций, но на первом этапе сейчас компания ограничилась именно усовершенствованием и доработкой тех классических детекторов, которые существовали ранее. Что нам это дает? На борту вот как раз таки новых моделей камер, две модели PTZ, поворотных камер, которые я выбрал для, скажем так, более детального разбора. Это камера серии MINI DOM. Очень интересная модель, которая совмещает в себе с одной стороны небольшие компактные размеры и простой, такой достаточно современный механизм управления приводом, в том числе внутри камеры. Хороший набор функциональных возможностей с оптикой до 23 крат, с возможностью использования камер с хорошим, большим, качественным, светосильным сенсором до полубюйма, с высокой частотой кадров, мощной подсветкой до 140 метров, возможностями как раз таки автотрекинга, сопровождения объектов людей, потому что камера как раз таки понимает, распознает кадры именно человека и умеет следовать по пути его действия. Несколько уникальных и интересных функциональных особенностей камер, которые я выделил, это именно организация самого купола камеры, который обеспечивает с одной стороны инфракрасную подсветку с двух сторон от блока в виде изображения и как раз таки функция антизасветки, которая организована прямо внутри самого купола, исключающая переотражение внутри этого купола и засветку изображения. Отдельно опции по организации вентиляции внутри, для того, чтобы камера не запотевала в различных условиях эксплуатации и естественно достаточно много опций. Компания MailSite в целом очень славится тем, что помимо предоставления просто камер, еще дает достаточно много опций, вариантов его монтажа, дополнительных аксессуаров, которые помогают и улучшают работу не только компании-интегратору, но и компанию, которая занимается обслуживанием, эксплуатацией этого оборудования. И с правой стороны камера поворотная уже профессионального про-уровня с серьезным функционалом, который можно закладывать в серьезные проекты с запросом на как функционал с точки зрения разрешений. Оптики до 42 крат, где требуется на большом расстоянии контролировать какие-то зоны объекта с качественными, высокочувствительными сенсорами размером даже больше, чем полдюйма. Опять же, возможность выбора режимов с повышенной частотой кадров для контроля движущихся объектов, очень мощной и качественной подсветкой лазерной до 300 метров, что как раз актуально на больших расстояниях. И технологии работы инфракрасных прожекторов, которые обеспечивают равномерность освещения как в ближней, так и в дальней зоне за счет работы синхронно прожекторов с оптикой и регулирование их мощности в зависимости от дальности сцены, в которой камера смотрит. Функции автотрекинга, опять же, для камер поворотных это актуально. За счет использования как раз более точной аналитики на борту, камера способна различать объекты и классифицировать их следы именно за человеком. Очень интересные модели, хорошая цена, нужно закладывать в проекты. Следующие две модели серии Pro. Это классическая купольная камера с широким набором функциональных возможностей, как по чувствительности, расширенному динамическому депозону, высокочастое кадра, аналитикой на борту, возможности заказа объективов с P-IRIS. И отдельно я выделил как интересные опции, это сам дизайн камеры с точки зрения ее установки, подключения. Камера имеет так называемый дизайн раскладушка, когда камера открывается перед тем, как она устанавливается. Внутри самой камеры есть пространство для организации кабельных вводов. Предусмотрены все необходимые гермовводы так, чтобы обеспечить IP66 камерой в любых условиях эксплуатации. В этом плане компания Моносайт очень много внимания уделяет именно качестве проработки дизайна пространства, как внутри камеры, так и в момент ее подключения. Соответственно, с похожим функционалом, с правой стороны представлена камера цилиндрическая, буллет, которая имеет похожие функциональные характеристики, но при этом полностью адаптирована для работы установки на улице в самых экстремальных условиях эксплуатации. Точно так же компания позаботилась о том, чтобы предусмотреть встроенный кронштейн камеры монтажный бокс, коробку, которая обеспечивает правильную организацию кабельного пространства и ввода в подключение самого оборудования. Как одно из изюминок, для того, чтобы камера правильно дышала и климатика была соблюдена, компания предусмотрела установку специализированной мембраны с нижней поверхности камеры, которая обеспечивает возможность камере дышать, но при этом ограничивает попадание влаги и пыли внутрь самой камеры. Вот такие интересные технологические разработки есть в компании Майлсайт. И очень интересные модели, которые мне лично очень нравятся, я рекомендую их использовать. У нас сейчас есть они на складе, протестировать можем дать. Две модели панорамных камер серии 180 градусов, которые предназначены для работы как на улице, так и в помещении. Обе имеют IP66, IP10 степень защиты, но при этом качественное изображение с 8-мегапиксельной матрицей, с качественной, хорошо продуманной инфракрасной подсветкой как раз-таки на 180 градусов, которая обеспечивает равномерное освещение во всей области просмотра. AI-аналитика на борту, которая помогает не просто классические детекторы отрабатывать более эффективно, четко, но и классифицировать правильно объекты. А как дополнительная опция встроена возможность организации тепловой карты, которая помогает контролировать и анализировать перемещение людей в зоне обзора самой камеры. Естественно, то, что мне очень нравится в продуктах MailSite, это правильная организация монтажной коробки, вводов внутри камеры, поэтому у каждой модели есть встроенная либо монтажная коробка с предусмотренными правильными гермовводами. Вот у левой камеры Bullitt есть даже специально разработанная контактная группа, через которую сигнал подается на камеру. Одновременно она является датчиком вскрытия самой камеры для того, чтобы сигнализировать и предотвратить несанкционированный открытие в проникновение внутрь самой камеры. У камеры с правой стороны купольной интересно то, что она совмещает себе с одной стороны широкий панорамный обзор 180 градусов, с другой стороны форм-фактор, который на рынке ранее не был представлен. Это дом камеры с возможностью ее управления наклона разворота. И сейчас уже есть проекты, где ее ставят как на улице для обзорных целей, так и внутри помещений, допустим, для контроля переговоров между менеджерами каких-то организаций и клиентами, потому что широкий угол обзора встроенный качественный микрофон, который сразу же транслирует и передает звук для записи либо онлайн прослушивания на борту самой камеры. Все, что необходимо для того, чтобы контролировать в точке съемки. И буквально два слова про то, какие изменения, соответственно, произошли на уровне программных прошивок. Камеры получили AI-аналитику, соответственно, улучшилась функция подсчетов людей не просто при пересечении конкретной линии, а подсчетов области заданной. Соответственно, возможность составления, формирования отчетов по результатам этого подсчета людей. Детекция лиц, причем как для цели проверки и понимания, что это человек, так и в том числе для маскирования. В основном это сделано, конечно, для соответствия GDPR стандартам, где необходимо в общественных местах маскировать лица так, чтобы они не были видны при просмотре где-то в общественном просмотре. Классификация по типу автомобилей, по цвету, соответственно, составление черных и белых списков, расстояние. Это уже все те функции, которые встроены в модели камер, имеющие функцию распознавания номеров на борту. Дополнительные возможности по маскированию. Произвольное рисование зоны детекции, чего раньше не было, это тоже важный момент. Будут появляться атрибуты по лицу, которые камера захватывает и более точная работа детектором движения. Видеорегистраторы, соответственно, обновили и расширили профили ONLIF протоколов, с которыми они будут работать. Соответственно, поддержку детекции лиц, улучшенную работу с аудиопотоками, что очень актуально, так как продукция MailSite в последнее время все больше и больше используется, в том числе в решении, где необходима запись и онлайн-трансляция звука. Все камеры MailSite имеют на борту возможность трансляции как по SIP протоколу звука, так и специализированные. RTMP в том числе. В регистраторах реализована дополнительная возможность резервного копирования данных с жесткого диска на внешние носители. Ну и обновление в программных продуктах в CMS. Коиск по архиву, работу с peer-to-peer камер для как раз таки облачных решений, двухсторонняя работа со звуком, мобильное приложение точно так же peer-to-peer протокол у себя обновилось, усовершенствовало и работу с клиентами, с аккаунтами через облако. Теперь в двух словах, что компания и как она сейчас видит использование и объединение, синергию продуктов из области видеонаблюдения и интернета вещей. В качестве стандарта для передачи данных с промышленных детекторов компания уже сейчас есть линейка продуктов датчиков LoRaWAN, которая собирает данные по температуре, влажности, давлению, уровня воды, снега, уровня света и так далее, которые используются в агробизнесе, используются в инфраструктурных проектах умных городов, умного офиса. В медицине сейчас появляются решения, которые используются. LoRa протокол, LoRa стандарт в России признан нужным для использования в том числе, и поэтому сейчас эти продукты будут расширять свой функционал, возможности вертикали, где они будут применяться. Сама технологическая связь с датчиком сейчас предусмотрена через LoRa протокол, который в зависимости от окружающей среды может передавать сигнал до 10 километров, что как раз таки в проектах востребовано. Плюс есть промежуточные шлюзы, ретрансляторы, которые передают этот сигнал и роутеры в том числе для трансляции этих данных уже в облачную платформу. Сейчас будут выведены камеры, которые помимо своих стандартных задач по детекции, обнаружению каких-то нестандартных ситуаций и предоставлению видеопотока будут получать, будут иметь возможность на борту камеры получать, собирать и ретранслировать дальше данные с вот таких датчиков, которые по LoRa транслируют ее на шлюз либо на камеру. И поэтому камера сможет уведомлять по различным каналам через e-mail, уведомления, через SIP, звонки, в том числе записывать эти данные не только по видео, но и по температуре, влажности, качеству воздуха и так далее. В зависимости от проекта и специфики задачи, которые необходимы. То есть камера будет являться полноценным устройством в IoT-среде, которая и сама собирает данные, и является ретранслятором для передачи этих данных дальше. Сценарий, который сама камера может реализовать, она может быть совмещена с функцией распознавания номеров на сегодняшний момент, она может работать по пресетам, по предустановкой для обзора нужных зон, в зависимости от того, где произошло это событие. Допустим, стоит датчик повышения уровня воды в какой-нибудь платине. Как только датчик сработал, камера по предустановке разворачивается в ту зону, где этот датчик установлен, и транслирует видеоизображение для подтверждения этого события. Ну и автосопровождение объектов, в первую очередь, людей. Какие сейчас в портфолио компании Mindsight есть продукты, и чем она будет расширять IoT как раз в свои решения. Линейка шлюзов, которые LoRaWAN Signal способна аккумулировать, собирать, передавать дальше. Промышленные роутеры, которые используются в абсолютно разных задачах и в разных уровнях объектов. Сейчас будут появляться дополнительные датчики, как-то специализированный датчик подсчета людей, ретрансляторы, точки доступа для работы в беспроводных сетях. И компания анонсировала, помимо трех таких больших решений, в которые она выводила продукты, это безопасный город, безопасный офис, безопасное здание, точнее, и агробизнес. Решение для умного офиса, мы ждем появления магнитно-контактного датчика, охранного пир датчика. Есть уже сейчас датчик 9 в 1 для анализа качества воздуха, где по разным критериям датчик проводит анализ и сообщает на то, насколько качественна атмосфера внутри помещения. Соответственно, контроллер LoRaWAN, который способен все эти сигналы собрать, если необходимо передать другим подсистемам, как то кондиционирование, вентиляция, охрана, мониторинг и так далее, что нужно делать в той или иной ситуации, то есть это как раз таки контроль управления. В рамках умного офиса компания сейчас анонсировала, какие задачи она может решать по отчету людей, по контролю климата, а это сейчас очень актуально в ковидный период, потому что то, чем мы дышим, это очень важно, и поэтому контролировать нужно не только на входе в офисное, скажем так, здание, но и контролировать, насколько качественна атмосфера внутри помещений, где находятся люди. Вот это решение сейчас мы будем выводить на рынок и предлагать, в том числе для задач коворкинга. Ну и будет расширять возможности по удаленному управлению и администрированию всей цепочки устройств нашей сети. Соответственно, IP-камеры, устройства записи, роутеры для передачи сигналов, управляющие ПО, все это будет гибко конфигурироваться, настраиваться удаленно через облачные платформы. Несколько примеров решений, которые сейчас я рекомендую обратить внимание и использовать при выборе решений Майлсай. Распознавание номеров автомобилей на въезды предприятия, парковки, офисы, автомойки, сервисы, везде, где необходима идентификация автомобиля по номерному знаку, мы можем помочь тем, что камеры уже имеют стройный логолитм распознавание, есть необходимые интерфейсы для внешнего управления внешними устройствами, в том числе возможность интеграции этих камер в сторонние платформы, как ВМС, так и в том числе облачные решения. Для того, чтобы все в одном, без организации дорогостоящих серверных крупных решений можно было организовать въезд в конкретную зону по белому и черному списку, в дальнейшем по классификации, в том числе даже типа автомобиля, цвету и так далее, номерному знаку. Это все доступно, есть на складе тестовые демонстрационные образцы, берите, тестируйте, пользуйтесь, мы готовы поддержать и помочь настроить. Решение с тепловой карты, как раз таки панорамные камеры, про которые я уже упоминал, они наиболее эффективно работают для этих задач, где необходимо анализировать передвижение людей в пространстве, будь то магазина, зоне покупки, либо места скопления людей, где, где передвигаются люди, как они передвигаются, в каком объеме, в каком количестве. Есть задачи, где используются тепловые карты в производственных целях и это доступно. У нас есть вся линейка панорамных камер, которая может предоставить качественный анализ этих данных и предоставить как во внешние программные продукты, так и на базе наших программных продуктов аналитику по тому, где, как передвигаются люди в зоне обзора. Смежная задача с тепловой картой – это подсчет именно людей. Опять же, в антиковидных целях рекомендуем использовать это для того, чтобы и оценивать количество людей, зашедших в конкретную зону, в помещение. Плюс часто иногда в бизнес-задачах необходимо считать, сколько людей передвигалось в конкретной зоне, либо находилось в помещении. Это и в образовании, в выставочных целях, в бизнес-целях, ну и в ритейле это всегда актуально, потому что количество клиентов, покупателей нужно считать. Эта функция сейчас стала работать более эффективно, более точно за счет использования как раз-таки нейросетевой аналитики на борту камеры. И про что я говорил, компания MailSite исторически всегда была близка к звуковым решениям и все камеры MailSite имеют на борту поддержку СИП-протокола, который может напрямую обеспечить соединение с любым внешним устройством. Чаще всего это либо домофон, либо СИП-телефон, которые получат от камеры по какому-то событию, в зависимости от того, как будет настроено, либо индивидуально даже по звонку. Онлайн-видеопоток плюс качественный звук, который будет транслироваться. То есть, грубо говоря, у консьержа, у которого стоит телефон с экраном, всегда можно позвонить на камеру, посмотреть, что там происходит. При подключенном динамике голосом туда что-то сообщить. Точно так же в обратном режиме с камерой по, допустим, событию по распознаванию номера по детекции подошедшего человека можно сразу же инициировать дозвон на телефон службы охраны либо консьержа для того, чтобы он увидел вживую на своем рабочем экране, что там происходит и поговорил со своим посетителем, своим клиентом. Очень удобно, рекомендую использовать. СИП в наших камерах всегда работает качественно. Ну и в конце добавил слайд с анонсом мероприятий компании MailSite в 2001 году, так как сейчас мало того, что компания трансформировалась, у компании еще юбилей 10 лет. И в рамках этого события компания MailSite проводит широкомасштабную серию онлайн мероприятий, в котором она анонсирует как новую трансформацию компании, так и новые продукты решения, которые она будет выводить на рынок. Я внизу привел ссылку в чат, я скопирую сейчас эту же ссылочку для того, чтобы все участники могли посмотреть. Либо любой может зайти на сайте MailSite.com и мы на сайте IP-матике организуем ретрансляцию. Ссылочку точно так же на эти мероприятия, где каждый может зайти и послушать вживую, что, какие продукты, какие новые решения в области интеллектуальных систем анализа, видеонаблюдения, промышленного интернета вещей компания будет выводить на рынок в этом году. Очень интересно, поэтому я приглашаю всех желающих подключиться и узнать много интересных вещей. На этом моя часть доклада заканчивается. Всех бы хотел поблагодарить, кто присоединился к сегодняшнему вебинару. И если есть вопросы в чате, можно их написать. Я сейчас постараюсь, у меня еще порядка 5-7 минут есть для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Сергей пишет, было увлекательно. Спасибо. Думаю, что в следующих вебинарах будет не менее интересно. Так что следите за новостями, подключайтесь. Будем обсуждать новые интересные решения от компании MalSite. Да, для компании системных интеграторов, которые сейчас у нас участвуют в этом вебинаре, еще раз повторю, что мы разработали новую программу поддержки проектов, которую мы готовы персонально презентовать для вас и рассказать про ее преимущества, про то, какие дополнительные сервисы и возможности она дает нашим партнерам. Для этого нужно просто обратиться к нам, написать хоть здесь в чат, хоть ко мне, обратиться в почту, я сейчас тоже в чат напишу, для того, чтобы мы запланировали с вами индивидуальную встречу, презентацию и показали, рассказали, как с этой программой работать. Ну что, если вопросов пока нет, значит, я надеюсь, что было все понятно и все доходчиво. Спасибо всем за внимание и ожидаем вас на следующих вебинарах, которые мы организуем по продуктам Майлсайт, компания IP-матика. Welcome! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода